Спасибо. Я расскажу о том, о чем рассказал Кирилл. Меня зовут Антон, я Head of Engineering в Mindbox. Тема доклада такая, чтобы вы сразу поняли, это для вас или нет, или может быть ливнули. Расскажу про самоуправление, что это такое для нас. Хайп это или пользу нам приносит. И я выбрал несколько практик из социократии, которые можно применять вообще в любой компании, независимо от того, какой уровень самоуправления у вас есть. Ну вот здесь они перечислены, подробнее о них поговорим позже. Пара слов про то, что такое Mindbox. Это инструмент, ну такой как бы конструктор для маркетолога. Были у вас такие ситуации, когда вы в Яндексе посмотрели, не знаю, унитаз, и вам потом две недели рекомендуют разные модели унитазов. Хотя вы его уже купили, или может быть это вообще ваша жена случайно посмотрела. Вот мы про то, чтобы такого не было. То есть чтобы маркетинг был максимально адресным, полезным и точным. Чтобы та коммуникация, которую вы получаете в виде пушей, смс-ок, имейлов, чтобы она помогала вам какую-то решить проблему или о чем-то не забыть. Для этого нужно уметь, ну во-первых, иметь огромное количество данных о вашем поведении, уметь эти данные сегментировать, фильтровать и проводить пользователя по вот таким вот сложным цепочкам, чтобы он в конце концов попал в нужный сегмент и ему отправилось нужное действие. И все это должен делать человек без айтишного опыта, обычный маркетолог. Вот такой инструмент делаем. Там хайлот, много всего. У нас 380 сотрудников, выручка в прошлом году 2 миллиарда. То есть мы устойчивый такой средний бизнес. Наша целевая аудитория – это крупный и средний тоже бизнес. Вот эта зарплата – это децентный коэффициент. Так вот, зачем мы используем самоуправление? У нас много всяких штук, как бы клевых, прикольных используются. Открытые зарплаты, безлимитные отпуска ввели в прошлом году. Любой может принять любое решение. Есть право вето на любое решение, софинансирование. Зачем? Почему мы это делаем? Потому что мы выпендриться хотим, на конференции об этом рассказать. Или потому что книжку прочитали. На самом деле нет. Ответ простой, потому что это тупо выгодно. На паре примеров сейчас попытаюсь доказать. Вот смотрите, я работал в разных компаниях. В ДОДО, например, это компания средняя, размера 300-400 человек. Райфайзенбанк или Интел, это интерпрайз. И, ну, понимаю, что модель условная, но, как бы, вот давайте просто посчитаем, сколько стоит менеджмент в разных компаниях, да, вот такого классического вида. Если компания небольшая, ну, допустим, там 400 человек, у нее будет примерно 4 уровня иерархии, да, то есть есть работяги на нижнем уровне, потом над ними какие-то лидеры команд, над ними лидеры каких-то крупных направлений, да, и над ними SEO. Вот у вас типичная структура. И зарплата примем, что на каждом уровне растет в два раза. Эмпирически оно примерно близко, хотя где-то, ну, как бы, может отличаться от компании в компании. И допустим, что у нас средняя норма управляемости – это 7 человек на каждом уровне. Тогда в компании 400 человек, вот они у нас разложились. Какой здесь будет фонд оплаты труда, менеджмента? Ну, просто там умножаем все, делим друг на друга – 33% получается. Если компания крупная, здесь у нас уровни иерархии уже получается 6. Примерно по той же формуле, значит, все посчитаем – 28% получается фонд менеджера. У нас 13%. Причем, ну, там немножко он у нас падал даже в какое-то время ниже 9. Сейчас вот мы начали расти, начали больше менеджеров нанимать, он поднялся. И причем менеджеры – это не самые высокооплачиваемые сотрудники у нас в компании. Вот видите, 6 из 10 – это сеньоры, могут быть архитекторы и там, ну, как бы, обычные работяги в том числе. Менеджер у нас управляет не семью, а 15-16 людьми. В прыжке было 20, сейчас поменьше. Вот. И при этом компания успешная, выручка растет, там все хорошо, 6 лет подряд растем на 50% и планируем расти дальше. Почему это работает, да? Почему самоуправление выгодно? Потому что вы в итоге экономите, по сути, на менеджерах. Менеджеры высокооплачиваемые, а как бы часть работы они, ну, фактически делегируют вашим обычным сотрудникам, и они могут принимать решения. Это пример, как работают открытые зарплаты и саморегуляция. У нас пришел сотрудник, и ему рассказали на анбординге, что ты можешь влиять на любые решения, в том числе на вилки. И он говорит, я тут посмотрел, в общем, я получил оффер, и мой оффер на рынке, он как бы выше нашей вилки. Это значит, что, похоже, наши вилки устарели, давайте их улучшим, поднимем. Все, HR получил команду, взял под козырек и через две недели поднял вилки всем грейдам разработчиков, не только его грейду, но и вообще всем пересмотрели. То есть примерно так это работает. Вы получили оффер, это, по сути, триггер к тому, что нужно что-то поменять в компании. Когда люди повышают себе зарплату, они смотрят на зарплаты друг друга, они знают, кто как работает, сравнивают вклад человека в компанию и его доход, и таким образом саморегулируется тоже. То есть если человек слишком себе просит завышенную зарплату, ему прилетит ответочка в виде фидбэка, почему она такая, почему ты считаешь, что ты выше, либо давай цели себе ставь, кто более агрессивный, либо зарплату выравнивай. То есть вся эта нагрузка, которую обычно делают менеджеры, она по сути у нас, ее выполняют сами сотрудники. То же самое касается отпусков и найма, увольнения, много чего еще. Почему так происходит? Да потому что мы исходим из того, что мы нанимаем сильных людей, разработчиков, а разработчики, они же достаточно высококвалифицированные люди, не только для того, чтобы код писать, но и для того, чтобы принимать решения. И если мы их вовлекаем в решение компании, эти решения становятся лучше. В этом основная идея, собственно, и социократии всего нашего подхода. Но социократия это вообще, ну так, для тех, кто ни разу не слышал, это большой набор паттернов. Это не фреймворк, в отличие от скрама. Это просто набор паттернов, из которых вы можете выбрать те, которые вам нужны для решения ваших конкретных проблем, чтобы привести вашу организацию к цели. И их много, не обязательно использовать все. Мы не используем все, мы используем подмножество, которое для нас удобно, и вы точно так же можете делать. И все эти паттерны, они бесплатные. Creative Commons лицензии, вы можете открыть сайт, спокойно прочитать, ну очевидно, как везде. Тренинги платные, а сам контент бесплатный. Так вот, я выбрал сегодня пять паттернов из этих, которые могут, которые мне кажется, можно применять вообще везде, и при этом они дают максимальную пользу. Вот, давайте о них поговорим. Ну первое, это то, что есть в каждой компании, это про встречи. Обычно или там иногда у вас, может быть, проходят встречи так. Вы приходите, хорошо, если у вас есть цель и адженда. Это уже, ну как бы, большой плюс. Кто-то вам что-то рассказал, там, пошарил презентацию или там какой-то родмап, вы на это посмотрели, вы послушали, что вам рассказал человек, задали вопросы, обсудили, и иногда успели, иногда не успели дойти до результата. Часто результат – следующая встреча. Вот. У кого такие встречи проходят? Ну вот, вижу, половина где-то есть. Смотрите, в чем здесь проблема? Когда вам что-то рассказывает докладчик и идет по презентации, как я сейчас, да, вы вынуждены следовать за ним, как бы, с его скоростью, да. Он быстро рассказывает, вы можете не успеть, особенно если вы после автопати. Но я медленно рассказываю, и все нормально поэтому. Вот. А может быть, вы уже поняли, о чем он говорит, вам хочется дальше. А может быть, вы хотите вернуться к предыдущей мысли, а не можете, да, потому что пульт-то у него. Вот. Дальше обсуждение иногда затягивается, да, там, как бы, перепалка между двумя людьми возникает, и мы тоже, ну, как бы, остальные скучают. Так вот, мы начали использовать другой формат, посмотрели там не только в социократии, в Амазоне его тоже используют. Перед тем, как прийти на встречу, присылается заранее two-pager или one-pager, да, то есть это одна страничка с ключевыми идеями, которые мы хотим обсудить на встрече. Вот. Его нужно прочитать заранее, но даже если вы не смогли его прочитать заранее, мы просто на встрече спрашиваем, все познакомились? Ну, не все, да, бывает. Тогда мы прямо на встрече даем 10 минут тишины. То есть каждый берет и читает этот документ в своем темпе, как вам комфортно, да. Надо вам вернуться назад. Вы там вернулись назад, три раза прочитали что-то, сравнили там с чем-то еще, написали ваши комментарии, и затем, пока вы их пишете, другие их тоже видят. Часть комментариев может сразу же сняться, да, потому что другие там люди вам ответили. После этого мы просто проходимся по комментариям и их интегрируем. Ну, то есть уже голосом обсуждаем те вещи, которые, ну, как бы стоит, ну, на которые стоит обращать внимание, да, по которым возникли вопросы или там какие-то предложения по улучшению. Вот. Очень сильно экономит время. Очень… И мы, получается, используем время встречи максимально эффективно, да, то есть для того, чтобы именно вместе обсудить то, что важно для всех. Вот. Применяйте, как бы, дарю такой рецепт. Это не везде полезно. Понятно, если у вас daily, то никакой one-pager там вам готовить не нужно, да, но если это какая-то, не знаю, вот вы принесли проблему клиентов, да, результат исследования, и вы хотите там обсудить, что с этим делать, что будем, как будем дальше развивать продукт, выбрать решение. АДР, да, то есть какие-то архитектурные решения принесли, и хотите посоветоваться с какими-то другими архитекторами или родмап продукта. Вот такие всякие крупные штуки, да, где вы хотите фидбэк собрать, вместе обсудить. Вот. Это бывает полезно. Дальше. Вторая важная вещь, мне кажется, прямо один из самых часто используемых и полезных паттернов – это драйвер. Коротко, откуда… Ну, типа, идея какая, да, вот стата, которую приписывают Эйнштейну, что если бы у меня был час на решение проблемы, от которой зависела бы моя жизнь, я бы потратил 55 минут на то, чтобы задать правильный вопрос, и 5 минут искал бы ответ на этот вопрос. Как правило, мы действуем ровно наоборот. Да, то есть есть какая-то проблема, что-то случилось, тут же побежали в решение, да, тут же что-то вспыхнуло, идея появилась, побежали делать. Об этом вот Костя говорил вчера, да, на своем вступительном докладе, что неплохо бы остановиться и понять, в чем проблема. Об этом же Макс сегодня рассказывал про кальсоногномизм. Вот драйвер – это как раз механизм, который помогает нам сознательно остановиться и сформулировать, какую проблему мы, собственно, хотим решить. Хорошо, что у него есть четкая структура. Это три элемента – ситуация, эффект и значимость для организации. И это проосознанность тоже, да. Когда вы начинаете вот это для себя проговаривать или даже прописывать, кстати, это коротко, да, это все два-три предложения, не больше, вы начинаете либо понимать, что вы какую-то ерунду предлагаете, да, ну, то есть у вас вот эта штука как бы не формулируется. Вот есть ситуация, да, а к чему она приводит, почему вообще надо ее решать, да, а почему это вообще важно для организации. Может, это только вас волнует, да. И вот, начиная отвечать на эти вопросы, вы можете сами понять, что, ну, как бы, что-то я не туда пошел, или, может быть, вы поймете, что проблема в другом, и нужно ее решать, да, какую-то связанную с этой проблемой, которая, ну, как бы, вызвала у вас реакцию. Так что, а когда другие люди это прочитают, они тоже быстро понимают, ну, как бы, если вы хорошо это сформулировали, они быстро понимают, ну, что, да, проблема есть, и тогда начинаем, ну, как бы, обсуждать решение. Эта штука применяется везде, на всех уровнях, то есть начиная, там, от структуры организации, команд, до, там, формулирования фичей. Ну, вот, например, у моей команды, в которой я сейчас работаю, в платформе, да, есть драйвер. Мы растем, да, хотим расти дальше. Если не вкладываться постоянно в надежность и масштабируемость инфраструктуры, она очень быстро протухнет, поэтому нужна команда платформы, чтобы компания могла расти без ограничений, да. Рефакторинг. Если у вас есть какие-то идеи, да, там, технические задачи, технические истории, ну, вот, в каждой из этих историй должно быть какое-то обоснование, должен быть драйвер для бизнеса. Почему это важно? Если его нет, мы такие истории не берем в работу. Ну, то есть, он на самом деле всегда есть, если его поискать. Производительность снизится в будущем, там, начнем нарушать SLA, клиенты начнут оттекать, да, а если нет, ну, значит, этого можно и не делать. Или это, скорее всего, проиграет по, там, ну, другим каким-то идеям, которые у вас есть в бэклоге. Описание задачи типично, да, вот, посмотрите на ваше описание в джире, наверняка там написано сделать что-то. Ну, там, не знаю, переехать с одного хранилища на другое, заменить кнопку и так далее, да. Мы тоже так делали очень долго, но сейчас учимся формулировать задачи от проблемы клиента. То есть не что нужно сделать, а какую проблему клиента хотим решить. Вот здесь, видите, мы, например, там не можем, ну, наши фильтры, да, не работают с телефонами клиентов, которые начинаются на плюс 8. Ну, они заменяют их на плюс 7, а есть страны, в которых код телефона начинается на плюс 8. И мы не можем найти таких клиентов. Вот название задачи. Там есть внутри, как бы, как работает сейчас и что нужно сделать, но это, как бы, уже детали, да, реализации важнее, что, какую проблему хотим решить. То есть это тоже про драйвера. Вот. Это важно. То есть на самом деле все, что мы делаем, оно всегда чем-то обосновано. И мы, как, ну, как бы, сознательные, да, существа, хорошо бы вот эти вот, ну, как бы, вот эту связь понимать, да, между тем, какую проблему мы хотим решить, и, ну, действием, которое предпринимаем в сторону ее решения. Формулировка проблемы помогает вам лучше, ну, общаться с командой и лучше найти решение. Как именно принимаются решения? Смотрите. Ну, есть разные способы принятия решений, да. Самый простой – это вот я начальник, типа, я и принимаю, да, решение. Все. А потом команде рассказал и готово. Поехали. Наверное, не все так принимают решения. Мы хотим в решение вовлекать команду. Как я сказал, мы нанимаем умных людей, да, и с ними лучше, ну, их нужно вовлекать, да, в эту историю. Но, допустим, мы их вовлекаем, вместе собираемся, обсуждаем. И что дальше? Как будем принимать решения? Обычные, типичные варианты – это, ну, вот, большинством, да, то есть всех нужно убедить. Это называется консенсус. Вернее, консенсус – это когда всех нужно убедить, 100%. Большинство – это когда, ну, большинство проголосовало и это решение выиграло. Чем плохо консенсус, тем, что это долго. Вот. Вам приходится добиваться, ну, чтобы каждый человек в вашей команде согласился. Чем плохо большинство, тем, что у вас может быть значимое меньшинство, которое, как бы, проиграло, да, которого, ну, мнение которого не учтено. Хотя оно может быть, ну, довольно представительным. И, ну, в итоге люди будут недовольны. Вот. Мы используем консенсус. Это принцип принятия решения, основанный на возражениях. То есть есть какой-то оффер, предложение, что мы хотим поменять. И мы собираем возражения. Если возражений нет, значит, все, решение принято. Все. Очень коротко, да. Что такое возражение? Это конкретная сущность, да. Это либо нежелательные последствия и риски, которых мы хотим избежать, либо это способ существенно улучшить предложение. Или то, или другое. Всякие штуки, типа, мне не нравится, я думаю, это не сработает, фигня какая-то, так никто не делает. Вот такие штуки, да, они не учитываются, не влияют на решение. Это просто ваше мнение, вы имеете на это право, да. Это ваше сомнение. Но именно в этом и ключевое, ну, отличие консента от других способов принятия решения, да, что когда мы его принимаем, мы не спрашиваем, типа, все согласны, у кого какие мнения, мы спрашиваем, у кого есть возражение, и люди понимают, что это такое, да, они его формулируют, потом мы уточняем, а это точно возражение или это опасение. И если возражение, то мы его интегрируем, то есть меняем. Мы обязаны, да, в этом случае его учесть и меняем наше предложение до тех пор, пока оно не станет достаточно безопасным, чтобы попробовать. Не идеальным, да, но как бы safe enough. И вот таких решений принимается прям множество. Это тоже, начиная от очень крупных решений про реорганизацию компании, про там изменение бюджета, закупку лицензии, проведение коллокаций, изменение грейдов, вот я вам показывал, стандарты качества, да, которые влияют на все команды. Все происходит так. То есть еще один такой, наверное, совет, да, хинт, как мы это делаем. Есть право на черновик. То есть решение не сразу вываливается на всех, типа вот я придумал и там давайте обсуждать. Сначала формулируется вот тот самый драйвер и требование. То есть это направление поиска, в котором я хочу поискать решение. Затем в узком кругу людей, которых это решение непосредственно будет касаться, мы обсуждаем. В приватном чатике, там, в личке как-то, да, собираем возражения и интегрируем. Затем расширяем, то есть публикуем куда-то в общий канал, где уже любой человек, по сути, может на него повлиять, написать свое возражение. И затем, когда все интегрировано, публикуем, после этого решение принято. Важно, что здесь, в этом процессе, на решение влияют только аргументы. То есть не влияет ваш там грейд, ваш стаж, ваша позиция. Если ваш аргумент валидный, если у вас есть возражение, которое квалифицируется как возражение, что это существенный риск, или это способ улучшить первоначальное предложение, то его обязаны учесть. От кого бы оно ни поступило. Схема, по которой мы интегрируем, она вот здесь. Ну, очень простая. Сначала мы представляем что-то, ну, например, вот идею. Потом мы понимаем, то есть задаем вопрос, все ли понимают, или хотите что-то уточнить. Затем проверяем, есть ли возражение, обсуждаем, интегрируем. И если их нет, то отпразднуем все, решение принято. Может быть сразу вот такая короткая дорожка. Проверили, что возражения нет, значит сразу решение принято. И вот эта схема, она на самом деле фрактальная. То есть она применяется не только для принятия решения, но и, например, для проверки того, является ли ваш аргумент возражением. Или хотим ли мы как-то улучшить, ну, улучшить наше первоначальное предложение. Ну, вот здесь вот полная схема, как бы не буду на ней останавливаться. Она здесь просто для того, чтобы вы могли потом ее внимательно почитать. Но идея здесь, ну, вот та же самая. По сути, вопросы, которые мы задаем, это, ну, вот ключевой вопрос, да, это есть ли возражение, если кто-то, кто там частично не согласен, если есть, то предложите. Да, еще забыл важный момент сказать, что если у вас есть возражение, как мы его интегрируем, да, мы самому автору предлагаем улучшить, ну, оффер, да, если у него есть идея, как его улучшить, ну, как бы так и делаем. Если нет возражений, значит, проехали. Если есть, ну, двигаемся дальше. А если у него нет идей, просто спрашиваем у всех остальных, ну, пока, в общем, пока все возражения не снимутся. И последний, пожалуй, паттерн, которым хочу поделиться, это выборы. Смотрите, бывает у вас такое, что вы, ну, там, спрашиваете, кто это сделает, и возникает такая звенящая тишина. Никто не хочет брать задачу, никто не хочет, там, договоренности на ретро, да, как бы на себя брать встречу, провести следующую. Бывает такое? Вот. Почему? Потому что мы вопрос такой задаем, да, типа, кто хочет? Никто не хочет, да. Но кому-то надо. Как это можно обойти? Можно другой вопрос задать. Как вы думаете, кто сможет это сделать? То есть не себя можно номинировать, да, другого человека. В этом, ну, как бы уловка. Это алгоритм выборов. Он так работает. То есть вы рассказываете про, ну, собственно, проблему. Это тоже домен, да, какое-то решение. Дальше вы предлагаете людям выдвинуть номинантов. То есть кто, по-вашему, хорошо это сделает, да? Кто, кажется, может хорошо там выполнить эту задачу или провести эту встречу? У вас появляется несколько, как бы, номинантов. Потом вы среди них собираете дополнительную информацию, потому что кто-то может сказать, ой, нет, там, я не могу, у меня отпуск. Или там, да, мне это интересно, но вот я там перегружен, например, прямо сейчас. Затем на основании этой информации мы можем сменить номинантов, да? Затем они сами, ой, простите, они сами среди себя выбирают, кто это сделает. Проверяем, есть ли возражения, если нет, то решение принято. Можно действовать по укороченной схеме. Эта схема, она такая полная для каких-то сложных выборов, типа там номинации на архитектор, на скроммастер, на группхед, мы так делаем. Но если у вас просто надо задачу выбрать, ну, спросите, типа, кто лучше всех может это сделать, у вас будет несколько там стикеров, идей, и предложите этим людям сами между собой договориться. Вот, собственно, и весь секрет. Как это все сделать, да? То есть что можно сделать, чтобы эти изменения у вас начали работать в вашей компании? Ну, во-первых, захотеть, да? То есть вы сюда пришли, значит, вам уже это интересно, вам не все равно. Но это первый шаг. Значит, вам нужно попробовать. Да? Просто попробовать там, где вы это можете сделать, в вашей команде, с вашим непосредственным коллегой, у ваших подчиненных. Попробовать. Значит, расскажите об этих принципах, об этих практиках. Договоритесь, что давайте попробуем. Пригласите остальных в этом поучаствовать, экспериментируйте и учитесь. Напрямую ничего не будет работать, но как бы что-то наверняка станет лучше. Ну, например, если вы расскажете людям, что такое возражение и опасение, договоритесь их отличать и опираться только на возражение, у вас уже очень много боковых веток обсуждения будет отсекаться, когда вы научитесь задавать эти вопросы. Что это у тебя, возражение или опасение? Кстати, про опасения я забыл сказать. Их не обязательно игнорировать, их можно тоже учесть, записать, просто они на решение не влияют. Вы можете сказать, я там опасаюсь, что это, ну, не знаю, не сработает, приведет к каким-то проблемам. Ну, окей, запишем, значит, это достаточно безопасно, чтобы попробовать, потом проверим, сработало твое опасение или нет. Так что, с чего начать? Просто поймите, что из этого вы хотите попробовать, предложите вашей команде или вашему окружению, экспериментируйте, учитесь. Не факт, что получится, но если не пробовать, то точно не получится. Вот на этом все. Здесь обратную связь, пожалуйста. Здесь канал, в котором я редко что-то пишу, но бывает, мы его запустили, там, не знаю, месяц назад. Я не то чтобы писатель, но думаю, что начну там делиться какими-то идеями своими. Короче, подписывайтесь, там пока немного людей. Буду рад обратной связи. Спасибо всем большое. Можно, буду рад ответить на ваши вопросы. Да, давайте вопросы. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. Меня зовут Хмелева Ульяна. Вопрос такой, что есть у менеджеров такая проблема, что они часто решают кучу вопросов, кучу задач, и весь день вроде чем-то занят, а в итоге как будто бы ничего не сделал, до конца не довел там и так далее. И когда мы вовлекаем разработчиков и вообще всех в принятие решений, не будет ли у нас такое, что разработчики перегружены и, собственно, не разрабатывают, а только занимаются принятием решений. И конкретно как вы трекаете время рабочее, то есть трекаете ли вы время на обсуждение, как это все учитывается в общем? Как мы… Да, будут ли разработчики перегружены принятием решений? Это делается, ну, по сути, на основании самоорганизации. То есть там принцип какой? Есть каналы, в которых обсуждаются решения определенных видов. Есть каналы про бюджет и финансы. Есть архитектурный канал, в котором АДР обсуждаются или ключевые какие-то технические решения. Есть канал про всякие книжные клубы и прочее. И ты сам регулируешь свою нагрузку. Интересно тебе участвовать в решениях по бюджету? Ну, заходи. Нет, отключайся от канала, участвуй только в технических. Даже там ты можешь участвовать не во всех. Ты просматриваешь ленту, вот это меня касается. Поэтому мы даем возможность, но не призываем. Это, кстати, не совсем по классике социократии, потому что там у них в социократии это делается так, что ты собираешь круг, который принимает решения. И ты этому кругу делегируешь принятие решений, и туда могут войти выборами кто угодно. Мы делаем не так. Мы все в слайке обсуждаем. И если у тебя есть аргумент, пожалуйста, можешь его написать. Много времени это на самом деле не занимает. Тебе просто надо мысль свою сформулировать. Ну и дальше, даже если у тебя нет времени ее как-то аргументировать, другие люди могут ее увидеть, прочитать, зацепиться за нее и развить, и как бы дожать до решения. В этом ценность. Это раз. Как мы трекаем время? Никак. Мы людям, по сути, платим за результат их работы. То есть каждый ставит себе цели. Если он их достигает, у него все хорошо, зарплату повышают и так далее. Почет, уважение. Если нет, обсуждаем почему и расстаемся, если это как бы долгосрочно продолжается. Поэтому никак. Время не регулируем. И еще, если говорить про время, у нас ответственность за свое состояние лежит на самом сотруднике. То есть когда ты устал, выгорел, то тебе пора в отпуск. Ты сам за этим следишь, сам идешь. Настолько, насколько хочешь. Не обязательно на две недели, можешь на месяц. Ну как бы отпускай безлимитный. Давайте еще вопросы. Добрый день, я здесь. Большое спасибо за… Я вот тут, в самом конце. Вижу, вижу. Большое спасибо за интересный доклад. Не до конца понял, можно еще раз прояснить. В плане принятия решений, отличие опасений от противоречий… От возражений. От возражений, да. Как будто бы опасения – это возражения, из которых убрали аргументацию. Так или не так? Не можешь аргументировать, не можешь четко объяснить последствия, риски, основываясь на данных, на каких-то, ну хотя бы на опыте, на уверенности. То есть твоя уверенность в том, что это произойдет, должна быть чем-то обоснована. Не просто мнение, но ты должен обосновать это, что риск реальный, и да, там действительно, он серьезный, и мы хотим этого избежать. Если так, и все согласились, что да, действительно, ну не все точнее, а нет возражений, что это возражение, там рекурсивная схема, ну значит, это возражение и есть, и тогда мы его должны учесть. То есть как бы человек говорит, я возражаю, мы спрашиваем, точно ли это является возражением, если кто-то, кто не согласен. Если он не согласен, значит, ну там, распутываем этот клубочек и как бы докапываемся до сути, почему это возражение или нет. Ну и все, дальше его интегрируем или отбрасываем. Тогда вот вопрос. Были ли у вас случаи, когда интуитивные опасения, которые не смогли развернуть в аргументированные возражения, в дальнейшем все-таки привели к неправильному, то есть неучтенные интуитивные риски, привели к проблемам? Конечно, этот процесс не гарантирует, что такого не случится. такое может произойти, но он снижает вероятность и он ускоряет принятие решения. Это про баланс. То есть мы быстро принимаем достаточно хорошие решения, но они не всегда оптимальные, не всегда лучшие, но зато в них вовлечено большое количество людей, эти люди в нем участвуют, оно им принадлежит, они готовы его реализовывать. И вот эта вся штука. Не просто менеджер сказал, мы пошли делать, а мы сами это решили, поэтому уверены, что это решение наилучшее. Следующий вопрос. Спасибо большое за интересный доклад. Действительно, очень много всего клевого услышали. Меня зовут Анна. Мне очень интересно, есть ли у вас статистика по отпускам? То есть насколько люди не боятся уходить без лимита отпуска? Ведете ли вы вообще эту метрику? Как вы вообще трекаете вот эту метрику? Хороший вопрос. Ответа я не знаю. Я самым недавно задался и хочу собрать эту метрику, но ее сейчас нет, потому что раньше, когда отпуска были централизованы, они в общей базе и трекались. А сейчас каждая команда сама ведет себе, сама договаривается со своими участниками, когда кто пойдет в отпуск. У каждой своя таблица в ношене и собрать это в целую, ну, как бы в общую базу, ну, пока непонятно как. Ну, то есть я задачу HR-ом как раз поставил, они обещали помочь. Ну, в общем, пока ответа у меня нет, но я думаю, через там где-то несколько недель он у меня будет. А вообще люди боятся ходить в отпуск? Например, просто я знаю, что когда централизованно этим управляются, HR-ы слезят за этим, то есть они отправляют насильно, скажем так. А когда за этим никто не следит? Следят ЕМ-ы? Ну, они так нежно следят, да? То есть они не выталкивают людей в отпуск, они просто спрашивают, давно ли ты был в отпуске, или вот мне кажется, что ты что-то как-то подустал. Ну, или просто вот самого человека спрашивают, как ты себя чувствуешь, нравятся ли тебе задачи. Если, ну, как бы вот у него снижается, да, самочувствие и производительность, предлагаем пойти в отпуск. Ну, а это что значит? Что он сам там принимает решение, когда, на сколько, информирует команду и уходит. Хорошо. И еще один вопрос, если можно. Если у вас какая-то метрика или учет участия неуправленческого персонала в решении управленческих задач и вот этих инициатив, то есть вы как-то это измеряете и понимаете, что вы идете правильным путем, что у вас там, например, ну, не знаю, какой-то есть процент, там 40% инженеров должны, ну, как-то участвовать в принятии общих решений. И если меньше вот этого количества людей, ну, понимаете, да, то подход не работает. Нет, ничего не трекаем, ничего не меряем и не требуем. Даем возможность. Дальше каждый сам для себя определяет, в какого уровня решения он готов участвовать. Ну, там, у нас большая часть команд это там джуны и медлы, и они не готовы принимать решения на уровне бюджета компании. Это окей. Они готовы принимать решения на уровне своей команды и они смотрят, как это делают другие люди, быстро учатся и принимают такие решения. Но вот пример, который я показывал, когда человек буквально через пару месяцев работы в компании начал влиять уже на грейды. Это хороший пример. Мы про него рассказываем на общем демо и говорим, вот смотрите, будьте как вот этот человек. Так что, ну, просто учим, да, людей, развиваем. Еще один, последний вопрос. Добрый день. Спасибо за доклад. Интересно, скажем так, такой взгляд свежий на что-то другое. Вопрос у меня немножко пересекается с коллегами, которые уже задавали. У нас в организации мы меряем процент руководящей функции. То есть, условно говоря, каждый сотрудник, да, он может быть в прямой роли руководителя, а может быть там в роли тимлида, например, совмещает там 80% разработчик, 20% там руководитель. Вот возвращаясь к вашим первым слайдам, да, вы там считали, типа сколько процентов стоит как раз-таки руководящая функция или там, ну, управленческий персонал, да, там 33,5%, 28%. Вот исходя из того, как у вас сейчас это построено, где каждый сотрудник по факту чуть-чуть этой функции привлекает, какова стоимость, какой процент у вас? У нас сотрудники дорогие. Ну, они, скажем так, мы не обгоняем рынок, да, но мы ориентируемся на 90% рынка. Вот. И, ну, вилки подтягиваем постоянно, по сути. То есть мы как бы, ну, нормальную зарплату платим, да, неэкономим. Да, по рынку, да? Да, да. И, ну, потому что по факту мы вот этот менеджерский бюджет немножко перераспределяем в сторону. У меня просто мысль о том, что у вас не получилось того, что у вас больше из-за этого? Вы платите больше, чем если бы у вас… Да, да, да. Есть такая, да, мысль? Да. И еще вот просто вопрос в эту же тему. Из-за того, что каждый сотрудник может, получается, принимать решение, а нету ли проблем у вас с тем, что у сотрудника непонятно вообще как бы его карьерная лестница? То есть если он на своем месте, будучи разработчиком или кем угодно, может принимать решение, то для него по факту как бы, ну, не очевидно как бы куда расти и куда стремиться. Ну, я имею в виду именно опоры. Ну, как-то нет, не возникает такой проблемы, потому что, ну, есть четкие ожидания от грейдов, то есть наш… ну, как бы… За что ты отвечаешь, да, и какого уровня, наверное, цели ты можешь перед собой ставить. Ну, то есть если ты middle, то ожидается, что ты там умеешь задачки делать самостоятельно в срок и с хорошим качеством. Да. Если ты архитектор, то ты отвечаешь за надежность всей своей подсистемы, как бы, ну, бизнес-домена, да, который разрабатывает твой трайп, и ты, ну, по сути, отвечаешь за его цели, да, достигает ли трайп бизнесовых целей. И, как бы, когда мы смотрим, является ли человек успешным, мы ориентируемся вот просто, ну, на это. Мы не ориентируемся на то, какие решения он принимает, да, мы смотрим, соответствует ли он своей, ну, позиции, да, вот, своим результатам, которые он добивается. При этом влиять можно, ну, на все угодно. Это как бы ортогональная такая деятельность, никак, по сути, ну, не влияющая. Хотя на самом деле может быть и влияющая. То есть если я как-то сильно повлиял на ключевое решение, я могу это себе тоже публично записать в карточку и сказать, вот, смотрите, какой я молодец, давайте меня там чуть повысим. Но при этом оставаться в своей же роли там разработчика. Вот. Ну, то есть оно как бы, нет, не мешает друг другу. Спасибо всем. Давайте поблагодарим Антона. Да. Спасибо, друзья. Спасибо.